Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня 9 июля, самый разгар сезона, времени не у вас, не у меня лишнего нет. Поэтому я все, что делаю, буду вам рассказывать быстро-быстро, в течение 2-3 минут. Кому это пригодится, у кого подобная ситуация, тот будет применять. Кому не пригодится, зато время много не потеряете. Мне некоторые говорят, меньше говорить и больше показывать. Но какой смысл показывать, как я хожу с этим жуком по этим рядам и опрыскиваю? Опрыскивание происходит каждый раз одно и то же. Главное знать состав обработки, сколько раз делать и в какой период. Я считаю, вот это самое главное. Чем обработать и когда. Вот это я и буду говорить. Вчера поздно вечером я делала обработку томатов, которую обычно нужно делать в период формирования плодов. Никогда они созрели? Ну можно, конечно, и вот так вот. У меня некоторые созрели, ничего страшного. Но именно, когда у вас начинают вот так образовываться плоды, для налива плодов, я уже вам говорила, в теплице когда делала, нужен обязательно калий. То есть нужна калийная обработка. И я говорила, что буду делать калийную обработку. В теплице я делала корневую золой, поливала золу и с добавлением иода. Кто видел, наверное, помнит, кто смотрит. Но в этот раз у меня вот такая неприятность. У меня закончилась зола, которой я пользуюсь. Было три ведра, я ее всю использовала на подкормке, добавляла в лулунки. Новых поступлений золы сейчас нет. Сейчас никто печку не топит. А фосфор и калий нужен по-прежнему моим томатам. Вот в фазе наливания плодов, формирования. Поэтому я перешла на фабричное удобрение. Ну, куда деваться. Я вам рассказывала про монофосфат калия. Это калийная соль. Вот это именно калийное будет у нас удобрение. Здесь нет ничего лишнего. Здесь только фосфор и только калий. Именно те два элемента, которые нужны нам в этот период. Вы видите, что томаты все зеленые. Они оправились от холодов. Азот им не нужен. И вот следующие подкормки должны быть только фосфор, калий, калий, фосфор. Все. Есть зола, удобряйте золой. Нет золы, можно добавить и вот такие фабричные. Вот что про это удобрение мы должны знать. Концентрированное водорастворимое фосфорно-калийное удобрение для подкормки любых культур. Тут написано, овощная культура. В начале плодоношения первый раз и через 15-20 дней первый раз. Значит, то, что вы должны знать про эту подкормку, это как только начнут образовываться у вас томаты, хоть маленькие пупырышки, хоть большие, вы можете сделать вот такую фосфорно-калийную подкормку. Отсчитаете две недели от первой. Ну, две недели, 20 дней. Повторите еще раз. Все. И остановитесь. Две таких подкормки за сезон. Не надо злоупотреблять, не надо пичкать их вот этими всякими препаратами. Две подкормки за сезон считается достаточным. Как делать? Можно корневую, можно по листу. Я выбрала по листу. Я обработала по листу. Почему? Потому что, во-первых, это очень быстрая подкормка по листу. Она проникает как контакт вот этого элемента с листом. И проникает очень быстро, намного быстрее, чем когда мы поливаем через грунт. В грунт пока до корневой системы дойдет, пока корни все всосут, пока к листьям, пока к плодам. Это очень долго. И, во-вторых, мне это удобно, потому что это менее трудоемко. Вы же понимаете, что разводить в ведра с ведрами вот по этим рядам, по всем бегать, это нереально. Это надо два дня, наверное, убить. А тут я в жука залила, прошла по рядам, опрыскала. И все я это сделала в течение 20 минут. Теперь, что нужно знать при подкормке вот этим монофосфатом калия. Во-первых, он быстро распадающийся, вот как пользу приносит, только сразу. Разводите, сразу моментально обрабатываете. Нельзя, например, утром развести, в обед сделать, или в обед развести, вечером сделать. Только сразу остаток выливайте, он бесполезен, хранению не подлежит. Так, это во-первых. И, во-вторых, дозировка. Указано на пачке 7-15 граммов на ведро 10-литровое. На сайте производителя указано 20 граммов на ведро 10-литровое. Я делаю просто маленькую чайную ложку без верха на ведро 10-литровое. Это получается среднее. Граммов 10, наверное. Можете чуть меньше, можете чуть больше. Сильно много тоже не надо. И еще одна очень-очень важная особенность этого препарата, который вы должны знать. Вообще он разводится быстро, никаких проблем. В пол-литровую баночку все это разболтаете, размешаете и в ведро. Но он очень гигроскопичен. Вот я хотела перед этим до дождей сделать такую обработку, но не успела. Пачку открыла, оставила. Он весь намок, весь отсырел. Отсыревший вот этот вот продукт, препарат, он уже не действует. Поэтому эту пачку я выкидываю. Пришлось купить совершенно новую. И как только откроете, используете. Тут же быстро его или пересыпаете в банку, закрываете, чтобы воздух не попадал. Но всю влажность он в себя заберет и он будет совершенно бесполезен. А вы будете думать, что вы делаете обработку, что помогает томатам. Нет. Если вы открыли сразу или еще в один целлофановый мешочек, или в банку с плотной крышкой. Вот я, которая открыла в тот раз, конечно жалко, но я его вот выбросила. Буду выбрасывать всю пачку. Я даже не успела попользоваться. С этой я взяла одну чайную ложку. И в этом году я возьму еще одну чайную ложку и все. А вся остальная пачка пойдет на следующий год. Поэтому упаковывать нужно тщательно. Он быстро отсыревает, он в себя влагу берет. Если дожди пойдут, будет пачка открытая стоять. Выкидывайте сразу. Чувствуете, чуть-чуть он влажненький. Все, он значит уже не действует. Это все, что вы должны знать об этой подкормке. Сейчас повторим самые главные места. Я выделю. Значит, как только начнут образовываться у вас плодообразование началось, томатам нужен фосфор и калий. Если нет натуральных у вас удобрений, например, золы, применяйте. Можно применить вот этот монофосфат калий. Очень удобный, растворяется быстро. Надо немного, всего одну чайную ложку на ведро. И на сезон всего две чайных ложки у вас уйдет. Вот такого пакета, может быть, хватит на всю жизнь. Все. Обрабатывайте хоть по листу, хоть можно поливать корневую. Это очень хорошо сказывается, именно что наливаются быстро, хорошо плоды. И написано, ну не знаю, правда или нет, написано, что повышается процент сахара и повышается сохранность плодов. Они не очень быстро портятся. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это о быстрой подкормке. Какая подкормка нужна именно в фазе плодообразования. До свидания. Продолжение следует.